ну покажи хоть я не хочет и подарок брать говорит я иду сначала принимать душ а потом уже открою подарок вот пришли часики все-таки это что это вот чек-чек поставь пока сюда папа сказал попозже откроет подарок что да да я всем уже позвонила ну римси позвони сестрам проснулись не проснулись и она люди всех мы сегодня хотим пойти на завтрак всей семьей муж уже очень давно говорил о том чтобы всех забрать именно на завтрак то есть часто встречаемся ужинаем какие-то вечеринки события но вот именно позавтракать никак не получается у нас все вместе поэтому сегодня вот пытаемся выбраться почему говорим пытаемся сейчас вам расскажу воскресенье воскресенье мол молится раджиш у меня каждый день то есть это вот такой каждодневный ритуал просто вот обязательно просто вот воскресенье они не делают каких-то определенных ритуалов по моему вот это священное дерево которое пипа в которой вот нужно поливать водичкой на имя умерших родственников или вот тульси вот что-то одно из этих воды сюда водичкой не поливают в общем эти деревья вот эти вот два у нас священных дерева это вот одна вот тульси священный бейсел базилик мы называем это на русском но базилик тот который для салатов и для соуса вон другой это вот именно священное дерево ну а это вот вот этот пипа и пол дерева куда именно наливают водички такую из кувшинчика именно на имя умерших родственников моя парочка смотрите цветочек вот этот аппарат это как он начал хорошо так завиваться прямо вот на пальмочки помощница моя сегодня немножко приболела говорит у меня температура кашель даю и антибиотики и вот лекарства температуры так что может быть завтрашнего дня не придет будет болеть мы сейчас погода такая знаете индийцы вообще очень часто вот болеют именно в такую погоду ты очень переменчивая с утра вот ветер пасмурного видите какой сильный ветер деревья очень сильно шатаются ветки листья и вот утро может быть солнце вечером может быть сильный дождь то есть парит жарит вот такая погода то есть каждые пять минут просто вот меняется ну и в такую погоду вот индийцы начинают очень сильно болеть горло насморок ну и все ну и конечно же температура ну подарок торжественно тебе вручим я на так ждал вчера так хотела подарить она так хотела покупайся прими душ чтобы была супер свежая чтобы появилась настроение энергия ну и она говорит нет я не согласна открываете с днем рождения наш папочка сожалению вчера не успели тебе подарить подарок сегодня сегодня а что бег приходится отдельно брать отдельно приходится покупать говорит это самые последние муж тебе какая разница мы тебе дарим ты чё возмущаешься я не пойму мы знаем зачем вот я прям не понимаю знаешь говорят дареному коню зубы не смотрят у нас такая есть пословица да так что не смотри никому в зубы принимать не надо жалеть моих денег ты с благодарностью принимать главное радуйся главное нет смотри раджиш не надо чтоб давила жаба надо что внутри было счастье благодарность радость чтобы они носились чтобы часы хорошо работали и носились тысячу лет так что на себе так ну давайте же браслет прикрепим ну чарджер то подожди я на потом подзарядим хоть померять на руку и надеть и давай ну подожди раджишь началась прикрепим примере примерять надо прикрепим сначала браслет конечно все есть ну что прикрепила покажи мы взяли не сильно такой большой дайл был еще побольше слишком большой тоже не очень красиво мне так каждому так по размеру подбирали под руку скажем так ну пусть папа примерят наверное там все таки нет подзарядки я на вряд ли там есть подзарядка нету нет не включаются раджишь ну примере на руку сначала пример потом уже все равно ты прям сразу так нет нет вот там вот внутрь ну да надевай 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 я на покажи папе смотри раджишь вот сюда вот сюда ну а потом по размеру то есть легко по размеру сделать очень удобно что можно по размеру прямо ну не знаю а как вот это я на действительно что это вот так вот торчит она да наверно под низ надо раджишь под не под низ можно тоже вот наконец-то мы поняли не но это можно потом перевернуть и раджишь какая разница я имею ввиду что застежками разобрались как правильно застегивать чтобы до сначала по своему размеру вот делаешь как тебе надо раз а потом туда засовываешь петельку да то раджишь сразу не удобно все удобно весь мир новой затрат же всем удобно значит на нас все продумано просто мы немножко не разобрались ну как муж можно поменять ремешок там разные есть можно вот видишь здесь вот на дисплее есть вот разные какие можно там есть вот металлические тоже ну просто я сказала раджишь ты очень часто моешь руки металл потом от твоих вот этих дезинфицирующих может просто испортиться потемнеть поменять свое допустим цвет поэтому поэтому мы выбрали такой вот силиконовый ремешок можно ты хоть скажи тебе нравится или как что-то ты не рад хоть радость хоть улыбнись а то же ты вообще не похожишь ты рад ты знаешь что в apple раджишь они не дают вот этого сок это надо отдельно но у тебя есть да твой подойдет сюда какой там я на силе какой ли такой как у меня ну и все да в новых во всех вот этот си стал все смотри муж идеально тебе идеально тебе все подходит к подзарядка интересную как на магнитике ухты нет пока еще нет пока еще не включился такие вот часики раджишь немножко огорчается уже сегодня далеко не все едут даже даже не получается собрать на завтрак казалось бы завтрак с утра все дома ну все отказываются у детей в некоторых классы средний брат опять не приходит на встречу он поехал на с на свое предприятие потом племянник тоже говорит голова валит в общем с трудом с трудом собираемся и все-таки вот выходим уже закрываем двери ну чем неважно я предупреждала мужа о том что разве все это не так просто когда знаете когда вот много людей участвуют в таких вот мероприятиях как бы не мероприятия просто хотели позавтракать вместе ядочка ключи от дома дай мне зачем ты забрала очень трудно всех собрать у каждого свои проблемы у каждого свои какие-то дела и вот получается вот именно так сегодня я на у нас водитель она теперь уже уверенно водит машину поэтому часто теперь она нас забирает а мы просто сидим как пассажиры и отдыхаем есть возможность немножко поснимать я нас да немножко назад я сегодня подзаряжала машину поэтому поставила ее прямо вот возле дома накрапывает дождик видите с утра говорила что погода непонятная и вот все-таки начал уже я на скутер там впереди и вот начал все-таки накрапывать дождик так что может быть сейчас пойдет настоящий ливень сейчас подожди да и да и проехать ты женщине с нами едет невестка и племянница потому что ее муж не едет средний брат и получается никому забрать ну а с большого дома едут едет мама раджиша средний брат и его жена и все-таки племянник тоже едет решил все-таки поехать многие говорили даже сегодня о том что можно собраться на ужин но на ужин точно нет потому что сегодня муж едет в райпур там у двух докторов одновременно сегодня день рождения поэтому ему придется конечно же пойти причем очень хорошие его друзья близкие поэтому на ужин точно не получится ну хотя бы собраться на утро вообще конечно мы мечтаем поехать всей семьей куда-то вот отдохнуть хотя бы на один день какой-то вот ресурс чтобы побыть вместе потому что как видите здесь у всех своя работа что даже вот где-то просто поужинать или позавтракать тоже не всегда получается ты хочешь куда-то поехать с семьей или как главное чтоб телефоны были у наших подростков подростков поблизости и все тогда можно ехать хоть куда угодно хоть на край света да видите сидите сидим машине в первую очередь музыка музыка это самое главное не все приехали приехала вот при я сестра приехала моя средняя невестка римси приехала я она приехала вот на рожать мы самый первый приехал и муж и муж нашей сестры карен вот дядечка сидит бедненький раджиш дай этому дядюшки старенький такой есть у тебя мелочь пожилой человек пожилых мне всегда жалко 50 столько хочешь можем что-то и заказать для него потом дать тоже что что мама мама арена пусть ли на приясы мы хотим кстати у нас резкий план такой возник прям по дороге мы хотим еще в кино сегодня попасть прямо отсюда что мне не теряя времени можем просто поехать ну пойдемте внутрь из большого дома еще не приехали смотрите эти вот сразу если только вот заходишь в ресторан все прибегают сразу все вот эти попрошайки которые находятся в центре это их вот самое популярное место где действительно дают какие-то копеечки но здесь просто люди людно много приходят именно сюда завтракать обедать ужинать поэтому кто-то да подает очень холодно прям кондиционер работает на всю мощность это очень кстати старый ресторан один из самых популярных в городе здесь еда очень вкусная но сейчас здесь все переделали здесь делали полностью ремонт раньше здесь все было по-другому здесь еще есть второй этаж на первом как бы больше закуски а на втором уже такие основные блюда рис шапоте ну то есть такие вот как именно для обеда для ужина мы начинаем потихоньку рассаживаться так как нам нужно остальные сядут уже где будет место может быть даже придется еще столик сюда вот поставить добавить хотим заказать билеты и уехать кино прямо отсюда очень хороший сейчас есть фильм на который просто нереально попасть то есть билеты уже за несколько дней надо заказывать попытаемся если получится то поедем нет значит по домам потихоньку приносят наши уже заказы это называется или сам бар вот эти или делаются из риса и гороховой типа муки ну и с ними дается в придачу вот такой соус из кокоса и чечевичная похлёбка ну а мы вот вчетвером идем сегодня в кино билеты уже сделали смотрите на лица довольные счастливые улыбки это вот фингерчипс ели киджаной бар меню здесь самые лучшие фингерчипс в городе они такие очень супер хрустящие это называется челла батура такие вот маммии тороплетки андараху на плита лакс или луап там тема тура самарки дыхану это вот батура делается из белой муки надувается как шарик и ну тут вот с масалой с приправами что дается такой вот свежий лучок дается вот еще свежий лучок и лимончик это вот доса это вот супер хрустящие блинчики сделанные из риса и чечевицы но это вот южная сюда это вот блюдо южной индии поэтому дается тоже вот соус из кокоса и такая вот чечевичный такой стучит вот еще одна доса ну доса это вот самая популярная вот еда в индии именно на завтрак еще вот я себе тоже челла батура заказала но моя пока не пришла это вот панир чили и еще я заказала грибы чили ну а вот принесли и мою челла батура тоже посмотрите причем вот вот эта батура она не сдувается то есть держит форму как шарик здесь муж предлагает своей маме попробовать панир чили там есть чеснок она отказывается но в конечном итоге очень понравилось она кстати редко ест очень чеснок она просто его не ест потому что ей не нравится мама говорит мама отказывается потому что здесь чеснок она не ест чеснока это вот грибы чили называется грибы такие обжариваются в масле они такие в пляре почему называется чили потому что посмотрите сколько учили на добавляют на такую порцию пригоршню чили просто пикет наука сколько три тысячи двести и еще четыре блюда мы заказали с собой забрать для тех кто дважды вернее не два человека в доме дядя тетя есть еще сестра не пришла то есть для троих мы забрали еще четыре блюда на заказ 4 или 6 даже ну то есть очень дешево вот хотела немножко показать вам цены смотрите 200 210 240 100 урок ну то есть такие цены довольно такие дешевые мы поели всей семьей на 3225 довольно дешево это вот то что мы забираем с собой домой хотелось вам еще показать приносят обязательно такую жевательную смесь фенхель такой вот сахар и зубочистки это всегда вот после еды али уже всем раздали деньги все равно будут просить до последнего клянчить дайте 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 его посмотрите прям а то надо и а то